Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале свежих обзоров всего, что в игре происходит. Если вы хотите ничего не пропускать, то подписывайтесь на канал прямо сейчас и жмите на колокольчик, для того, чтобы получать соответствующие уведомления. Суббота утро и разработчики выложили новую рулетку на 121Б неуязвимой. Я лично не считаю данный танк каким-то интересным. Это просто средний танк, ничем не выдающийся. Да, неплохо сбалансированный, но это все. Больше о нем сказать особо нечего. Так или иначе, выпадет сейчас, не выпадет. Выкатим у меня на основном аккаунте его из ангара, для того, чтобы посмотреть на что он способен. И обсудим с вами краткотехнические характеристики. Крутить буду у себя на одном из твинков, по одной простой причине, потому что на основе данная машина у меня есть. И даже если он выпадет вместе с компенсацией в пределах своей себестоимости, то я в этом все равно смысла никакого не вижу. Ну а за первые несколько прокрутов он не выпадет однозначно, потому что здесь шанс выпадения танка всего лишь 0,05. И более хороший шанс, но второй по малости вероятности выпадения, это легендарный внешний вид на данную машину 0,16. Стоит также отметить, что кредиты, которые лежат в этой рулетке, имеют шанс выпадения сразу практически 50%. 47,3. И стоит отметить, что этих кредитов здесь целых 3 раза. Ну то есть вы сами понимаете, что за какие-то дешевые прокруты вы в первую очередь будете получать себе именно 100 тысяч серебро. В отношении стоимости рулетки в целом, стоит отметить, что рулетка далеко не дешевая. Разделена рулетка на несколько участков, вот этим вот прокрутом в один золотой, к которому все мы привыкли. И вот эта первая часть, с первого по седьмой прокрут, обойдутся вам в 2460. Следующий участок до 14 прокрута включительно обойдется вам еще в 7890. Ну и в целом получается уже 10350. Последний участок является самым дорогим, целых 13240. Я лично считаю, что полная стоимость рулетки в 20 прокрутов, которая суммарно составляет 23592 золотых, это плюс-минус приемлемо, если вам из контейнеров что-то еще выпадет. Ну а если говорить серьезно, то, скорее всего, танк заберете на последнем прокруте, и рулетка обойдется вам в 23592. Если заберете на 19 прокруте, и что-то останется на потом, скорее всего, легендарный внешний вид, то 21842 золотых, что я тоже считаю довольно дорого для данного танка. 18 прокрут обойдется вам в 18592. Если говорить о нормальной объективной стоимости данной машины, так, чтобы достать ее из рулетки, то в идеале, чтобы вы ее достали до 15 прокрута включительно. Тогда забираете себе танк с какими-то плюшечками за 10350, и поскольку это десятка, то окей, хорошо подходит. Ну ладно, хорошо, до 15 не достали, на 16-17 прокруте сделали еще два крутка, и если машину достали, то за 15600. Окей, хорошо, 15600 приемлемо для 10 уровня, плюс каких-то там все-таки плюшек соберете из контейнеров, которые пооткрывают. Что разработчики сюда положили еще? Есть обвес, есть анимированный аватар, который, мне кажется, никто не хочет себе получить из рулетки никогда. Кстати, напишите в комментариях, вы радуетесь, когда вам выпадает из рулеток аватар за какую-нибудь приемлемую цену? Хотя я не знаю приемлемой цены для аватаров в нашей игре. В отношении всего остального, здесь есть собери их все, есть мистики, есть вот эти вот великолепные контейнеры мега. Но только обратите внимание, что выпадать они будут по одному. То есть то, что у вас есть неплохие шансы получения контейнера собери их все целых 17-75, да, будем говорить 18%, это не значит, что вы сразу получите что-нибудь хорошего. Скорее всего, вы получите себе сертификаты свободного опыта, ну и подобные вещи. В отношении вот этого великолепнейшего квестика, квест действительно классный, прикольный. На выполнение квеста вам предоставляется целых 2 дня, а сделать всего 35 побед. Я думаю, что ради трех контейнеров бомбических можно немножко поиграть. Поэтому, ребят, обратите внимание на шансы выпадения и на количество того, что вам при этом выпадет. В отношении вот этих контейнеров ничего особо говорить не буду. Китайские контейнеры не считаю супергодными, потому что здесь особо-то и нет танков, которые действительно достойны внимания в нашей игре. Ну что, ребят, давайте покрутим, посмотрим, что получится. Особо далеко уходить в минус не собираюсь, поскольку танк на основном аккаунте, как я уже говорил, у меня есть, ну и, соответственно, я за ним не гоняюсь абсолютно. Выпадет за пару прокрутов? Окей, хорошо, слава богу. Ну вот вам, пожалуйста, 50% шанса выпадения 100 тысяч кредитов дают о себе знать, и первое, что мы получаем, как раз сотня. Сотня серебром. Едем дальше. Еще раз, еще раз сотня серебром. Забираем, и радует меня, по крайней мере, тот факт, что это выпадает в самом начале. А это говорит о том, что дальше будут выпадать более годные призы из этой рулетки, и таким образом получается, что нет вот этой его тоскомы, когда ты платишь тысячу голды, а получаешь 100 тысяч серебро. Открываем. Мега-контейнер, как видите, один. Это то, о чем я говорил, что вроде бы и контейнеры есть, а с другой стороны всего лишь один контейнер. 300 золотом. Можно сказать, что практически окупился. То, что потратил, практически все вернул обратно. Крутим дальше. 330 золотом. Скорее всего, сейчас будут либо иксы, либо сотня серебром еще раз. Ну вот вам, вот вам, пожалуйста. На этом, слава богу, серебро заканчивается. 465 голды принесут мне, скорее всего, либо иксы, либо, либо, может быть, все-таки приказик будет. Нет. Мистический контейнер. Это даже интересно. Вот только внутри ничего интересного. 100 золотом возвращаются. И, понятное дело, что даже в половину не окупает стоимость данного прокрута. 590 голды. Трачу. И на этом, я думаю, можно будет смело останавливаться. Нет смысла идти, как мне кажется, дальше. Я не соберу здесь ни золота. Не заберу себе главную награду. И, скорее всего, буду получать всякого рода вот такие вот ништячки, которые не особо-то и хочется покупать за кровную голду. Что у нас по шансам? 725 будет стоить следующий прокрут. Шансы выпадения танка составляют уже 0.12. Ну, то есть, даже к половине процента мы не приблизились. То же самое касается легендарного внешнего вида. Хотя, зачем он тебе нужен, если у тебя, допустим, самого танка нет? В отношении самых высоких шансов на выпадение, это контейнер «Собери их все» и мистический контейнер. Но, как-то не знаю. Ладно, давайте еще раз крутнем. Уйду немножко ниже 5000, ну, бог с ним. Посмотрю потом рекламки. Верну назад до 5000 золотом на счету. И здесь я получаю опять иксы. Короче говоря, ребят, данная рулетка, как и многие другие рулетки подобные этой, когда главная награда имеет столь маленький шанс выпадения, а наполнение рулетки, как правило, не сильно радует. В принципе, говорит о том, что данную рулетку крутить придется до конца. Один голдовый сейчас, скорее всего, принесет мне какой-нибудь контейнер, из которого получу какой-нибудь своботочки немножечко. Ну и на этом, в принципе, можно будет успокаиваться точно. Открываем контейнер «Собери их все» и здесь у меня сертификаты на свободный опыт явно. Да, вот вам, пожалуйста. Ну и на этом, как говорится, привет. На этом для меня лично рулетка заканчивается. Напишите в комментариях, до какого прокрута дошли вы, что вы за это получили и довольны ли вы в целом той рулеткой, которую сегодня выставили. Ну а я пока перехожу на свой основной аккаунт, для того, чтобы показать вам 121б не в самой его великолепной красе, а в обычном типичном бою, для того, чтобы вы видели, на что он действительно способен. Перед тем, как будем выкатывать 121б из ангара, давайте кратенько обсудим технические характеристики и выскажу свое предварительное мнение по данной машине. В отношении подвижности здесь неплохо все. 56 километров вперед и целых 20 километров движения назад. Есть у нас, ребят, вполне себе неплохо сбалансированное орудие, но с огромной ложкой дегтя. Что хорошего? Хорошо то, что время сведения составляет всего лишь 2,5 секунды, ну а разброс 0.312. Да, действительно, это очень точное орудие, которое очень быстро сводится, им действительно очень легко выцеливать серые зоны у своих соперников. 350 единиц урона, что в целом для своего уровня, с учетом того, что это средний танк, я бы сказал, неплохо и вполне себе приемлемо. 245 миллиметров по пробитию. Да, периодически не хватает и стоит отметить, что здесь, к сожалению, к сожалению, нет бронебойных с повышенным уровнем пробития, либо подкалиберных. Здесь стоят кумулятивные снаряды на 300 миллиметров. А все мы знаем, что кумулятивные снаряды далеко не самые лучшие снаряды в нашей игре. Ну и в отношении времени перезарядки. 6,3. В общем, если округлять, то 6 секунд. Тоже очень приятно, очень классно. А вот огромная ложка дегтя в этом вполне себе великолепном орудии, это угол склонения орудия вниз всего лишь в минус 6. То есть отыгрывать где-то на неровностях, а в основном на средних танках и легких танках мы как раз едем куда-нибудь, где можно попрыгать по каким-нибудь холмам, то в целом отыгрывать действительно очень сложно. И было бы неплохо, чтобы здесь красовалась цифра в минус 8. Тогда танк совсем по-другому игрался бы, ну и, соответственно, был гораздо более результативен. Не то, чтобы мне прям совсем не нравился М-121Б, но будем говорить откровенно, у него абсолютно нет никакой фишки. Фишка, допустим, коро 45 тонн заключается в том, что здесь есть 4 снаряда в магазине, системой дозарядки, и ты действительно всегда имеешь чем отбросить своего соперника, и в этом действительно красота данной машины. А это просто обычный, нормально практически полностью сбалансированный танк, но абсолютно ничем не удивляющий тебя по геймплею. Ну, может быть, кому-то это, безусловно, и нравится, кому-то нравится спокойный геймплей, и все, чтобы было привычно, как и в обычных проходниках, и при этом всем ты играешь на 10 уровне на коллекционке. Но я бы все-таки хотел, чтобы танки действительно чем-то удивляли. А вот этот не удивляет абсолютно. Ну что, ребят, давайте берем машину и поехали попытаемся ее заценить. Ну что, ребят, давайте будем начинать тестить тачку. Первое. На месте вращается вполне нормально. В отношении максимальной скорости вопросов к танку нет абсолютно никаких, а вот в отношении того, чтобы раскачегарить его до его максималки, здесь вопросы есть. Машина действительно с места абсолютно не срывается, не сильно бодро набирает свой ход, ну и вот когда ты уже разогнался, тогда да, тогда вопросов нет. Летит, как говорится, на всех парах. По точности, по скорости сведения, как я говорил, вопросов к машине нет абсолютно никаких. Действительно очень комфортно, действительно очень приятно. Ты вполне спокойно можешь выцеливать на любых расстояниях любые танки, и в целом вполне себе успешно в них закидывать. Стоит отметить, что вот этот вот угол склонения орудия вниз, минус 6, не позволяет, допустим, приехать в точке B на данной карте, для того, чтобы ее захватить, и параллельно можно было в кого-то попытаться забросить. Стоит отметить, что на каких-то существенных неровностях ты не можешь нормально держать в прицеле своего соперника. Ну, в общем, две основных проблемы по данной машине. Это скорость, точнее, не так, набор максимальной скорости. Это первое. И второе, это, безусловно, угол склонения орудия вниз. Если бы этот момент в отношении, простите, угла склонения, вылетел из головы, был как-то исправлен, тогда я мог бы со смелостью говорить о том, что танк неплохо сбалансирован и уже относится к тем машинам, которые мне нравятся именно благодаря придержанию вот этого идеального баланса игровых возможностей. Есть танки в нашей игре, которые не обладают какими-то фишками, там, каким-то бешеным разовым уроном или, не знаю, какой-то умопоморочительной скорострельностью, но при этом являются комфортными, потому что они действительно выдержаны во всех отношениях. Данный танк не является выдержанным полностью. Да, у него есть ряд его позитивов, но и негативы тоже существенные присутствуют. Если бы ему исправить вот эти вот два момента, то я думаю, что имбой бы он все равно не был. У него все равно не были зашкаливающие какие-то показатели по техническим характеристикам, ну и, соответственно, он бы не разрывал рандом. Но, по крайней мере, на нем было бы гораздо приятнее играть, гораздо интереснее можно было бы кататься по карте, ну и, соответственно, гораздо продуктивней участвовать в бою. Ну а так, в целом, я лично не рекомендовал бы вам гоняться за данной машиной, если вдруг она где-то выпадет вам из какого-нибудь контейнера, если вдруг вы получите данную машину где-нибудь на каком-то аукционе по бросовой цене, да, окей, вопросов нет. Ну а в остальном, я лично не считаю, что данная тачка действительно достойна того, чтобы приобретали вы ее себе по какому-нибудь максимальному ценнику. Не знаю, пишите свое мнение по поводу данного танка в комментариях. Я лично считаю данную машину на сегодняшний день довольно-таки скучной. Когда-то, когда машину только вводили в игру, а было это очень много лет назад, он действительно неплохо игрался, но тогда конкурентов на уровне было гораздо меньше, тогда гораздо реже появлялись все новые и новые коллекционные и премиумные машины, ну и, соответственно, данный товарищ, я бы сказал, существенно морально устарел. Досматриваем бой и будем подбивать итоги. Итак, ребят, давайте подбивать итоги. В конкретном бою 830 единиц нанесенного урона, один уничтоженный соперник. Да, я не идеально сыграл, было допущено ряд ошибок, я эти ошибки безусловно признаю и ни в коем случае не снимаю с себя какой-то вины за результативность. Но будем говорить откровенно, когда танк не доставляет тебе удовольствия, то играть на нем особо удовольствия нет. Если говорить о наших союзниках, то они действительно молодцы, сделали максимум для данной победы, простите, для того, чтобы была победа, но в данном конкретно случае получилось поражение, ну а вот наши соперники действительно сделали все необходимое для победы и, в принципе, ее достойно одержали. И те, и другие достойны того, чтобы мы их лайкнули. Ну а в отношении тех ребят, которые будут писать мне в комментарии о том, что на что что показать, скажу следующее. Ребят, я не собираюсь ничего вырезать из своих видео по одной простой причине, потому что я хочу показывать все таким, какой оно есть на самом деле. И именно такой геймплей вас ждет на 121б. Да, у вас будут бои, в которых вы будете накидывать по 3 с копейками тысячи урона, когда вы будете выживать. Но все это, я бы сказал, исключение из правила. А правило будет следующее. Максимально до 2000 урона. И то, если хорошенько повезет с союзниками. Плюс к тому, получше прятаться и поменьше активного геймплея на данной машине. Тогда, возможно, вы сможете с помощью хорошего, доброго орудия неплохо настрелять. Ну, а в целом, как я уже говорил, танчик, по моему скромному мнению, очень скучный и на сегодняшний день существенно устарел. Если вам дорога ваша голда, то я бы рекомендовал вам покрутить данную рулетку приблизительно столько раз, сколько раз это сделал я. И если танк вам не выпадет, то остановиться, придержать свою голду для более хороших, подходящих десяток, если конкретно десятки вас интересуют. Ну, а данная машина достойна того, чтобы забрать ее из какого-то игрового события, достать из какого-нибудь контейнера или купить, как я уже говорил, где-нибудь на каком-то аукционе с существенной скидкой, ну, либо на Черную Пятницу. Я стараюсь специально для вас и надеюсь на то, что вы поддержите меня своими комментариями, поставите лайк данному видео. Если вы за честность, если вы за то, чтобы видеть танки такими, какие они есть на самом деле, руками не профессионального танкиста и не киберспортсмена, то обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok